Добрый день! Сегодня мы вам продемонстрируем новинку тепловизор-грань со встроенным монитором. Меня зовут Анастасия, это Дмитрий. Дмитрий, в каких ситуациях может быть необходим тепловизор со встроенным монитором? Чем он хорош? Ну, данный тепловизор пригодится для установки на оружие, которое выполняет задачу на стационарных постах, на технике, включая катера, там, где мне необходимо достаточно длительное время вести наблюдение за обстановкой вокруг. Кроме этого, он прекрасно подойдет, соответственно, для борьбы с БПЛА противника. То есть это узкоспециализированное изделие, оно не подходит для штурмовых действий, поскольку монитор дает засветку назад, но при этом в тех ситуациях, когда это не принципиально, оно может быть очень полезным. Именно когда ведется длительное наблюдение, бойцу удобно наблюдать монитор, не надо все время вкладываться. Вот сейчас я его включила, монитор загорелся, управление точно такое же, как в других тепловизорах линейки Грань. Это конкретное изделие с объективом 50 мм, название Грань 1, 640-50-М, где М расшифровывается как монитор. Мы пробовали разные вариации объективов и выяснили, что наиболее комфортными являются 40 мм и 50 мм. Так что продолжаем испытание. Когда изделие будет полностью готово, мы выпустим более подробный обзор. Сейчас предлагаю установить тепловизор на пулемет и продемонстрировать его на практике. Если резюмировать те цели, о которых мы говорили, это то, что боец может вести длительно наблюдение, наблюдая через монитор, при этом при идентификации цели он сразу может начать прицельную стрельбу. Также мы установили на пулемет прибор комбинированный перст классика. Это три в одном. Видимый лазер, инфракрасный лазер, инфракрасный осветитель. И если включить видимый лазер, то боец, идентифицировавший цель, может указать на эту цель своим товарищам при помощи лазерного целеуказателя. Попробуем на практике? Попробуем на практике и постреляем. Мы выполним упражнение, которое проиллюстрирует сказанное ранее. На пулемете установлен тепловизор с монитором и лазер. Сначала Дмитрий поразит мишень из пулемета, потом он укажет лазером на финальную мишень, и ее поражу я. Мы использовали туристические грелки и взрывающиеся мишени. Также приглушили свет, чтобы ориентироваться на тепловизор. Отдельно обращаю внимание, что пулемет установлен на штатив. Это было сделано специально, чтобы занизить его и воссоздать неудобства вкладки. В этом положении вкладку тяжело осуществлять, а монитор как раз позволяет стрелять, неполноценно вкладываясь в пулемет. Мы попробовали тепловизор на практике. В ближайшее время выпустим более подробный обзор с распаковкой. Изделие сделано на базе наших других тепловизоров «Грань». И о нем, и о других «Гранях» можно почитать на нашем сайте zenitka.ru, а также о другой продукции, которую мы производим. Спасибо, что ставите лайки, спасибо, что подписываетесь на наш канал, делитесь видео с товарищами, а мы с вами скоро увидимся. До свидания. Отдельное спасибо Калуге за предоставленное оборудование.